Приветствую вас. Давайте, наверное, для начала я скажу про вашего мужа и потом скажу про вас. Сразу хочу оговориться, что я не являюсь психиатром и, соответственно, ставить диагнозы психического плана, да, то есть ставить диагнозы, например, болезни, болезни каких-либо, я не имею права и не могу и не хочу, если честно. Поэтому мой взгляд будет исключительно, как бы, носить психологический характер. Значит, ваш муж действует подобным образом, то есть он с вами ссорится, он с вами, наверное, можно сказать, дерется, да, он с вами дерется. Значит, а после отчаянно хочет идти на сближение, потому что вы ему нужны. И он понимает, что с его характером, с его, как бы, отношением к женщине, мало кто будет его терпеть. И то, что вы его терпите, это большое-большое чудо. И он не хочет мастерять. С одной стороны, он, конечно, понимает, что, ну, объективно нельзя жить так, как вы живете. Это и ребенку вред большой, и, как бы, вы переживаете, у вас уже достаточно сильная идет реакция, ну, физическая, я имею в виду. Вот, но муж, он действует в своих интересах, то есть вот, когда вы вместе, он диктует вам свои правила, поставил на вас срываться. Когда вы не вместе, мужчина тоже, опять-таки, делает, делает то, что ему хочется, то, что ему нравится, при этом совершенно не думая о том, каково вам. То есть ваш муж, он просто-напросто делает то, что ему выгодно, то есть ему интересно. И назвать это как-то иначе, кроме эгоизма и эгоцентризма, я, наверное, не могу. Потому что, ну, действительно, складывается такое ощущение, что ваш мужчина просто вас использует. Просто использует вас для своих нужд, для своих желаний и, собственно говоря, все. Это нужно понимать, что такие мужчины, как ваш, ну, как ваш супруг, как бы он, такие мужчины в душе не уверены в себе. И постоянно пытаются самоутвердиться за, например, ваш счет, за счет, там, других людей и так далее. Вот. И это тоже нужно понимать. То есть я бы не сказал, что имеет место обязательно какое-то расстройство психическое. Ну, очевидно, все же, еще и потому, что, как я уже сказал ранее, я не праве ставить кому-либо диагнозы. Это было бы неверно. Вот. Я думаю, что ваш мужчина просто тиран-напросто, который вас использует, который, может быть, убежден, что вы от него никуда не денетесь и, может быть, он считает, что вы принадлежите ему, несмотря ни на что. Вот. То есть ваш мужчина – это человек, который только лишь руководствуется тем, что интересно и тем, что важно ему. Это нужно понимать. Далее. Что касается вас. С вами ситуация, конечно, немножко сложнее. Дело в том, что вас что-то проставляет раз за разом, не побоюсь этого слова, прощать, наверное, своего мужа. Возможно, это связано с тем, что вы боитесь, например, остаться одна, не уверен, не уверен в себе, что построите новые отношения. Возможно, у вас, брат, нет опыта взаимодействия с мужчинами, например. Может быть, проблема лежит где-то еще. Ну, я имею в виду в какой-то еще плоскости. Например, в том, что у вас есть некоторые сложности с самооценкой и с женским поведением, то есть модель женского поведения. То есть то, что вы, кто как вы ведете себя со своим мужчиной, это намекает на то, что вы придерживаетесь определенной модели поведения. А если вы придерживаетесь определенной модели поведения, то эта модель поведения откуда-то пришла. И, скорее всего, эта модель поведения была у вас изначально. То есть мы изначально были готовы к тому, чтобы вот так себя искать. И это, скорее всего, идет у вас из детства. И если это так, то с этим нужно разбираться, нужно думать, почему так, откуда это появилось у вас. И что способствовало, так сказать, развитию подобной модели поведения. Что вам нужно для себя в этом контексте понять? Что нужно понять? Значит, первое. Первое, это то, что вы своим поведением, во-первых, себя обесцениваете. То есть если вы надеетесь, что мужчина изменится, то он не изменится. Тем более, что он старше вас и старше вас на довольно, ну, на довольно большое количество. То есть это не один и не два года, к сожалению. Вот. И вполне вероятно, что мужчина попросту считает вас, ну, как каким-то, каким-то вот таким человеком, которого можно ни во что не ставить. И в этом вы его не переубедите до тех пор, пока он не поймет реально, что может вас потерять. А вот только что вся заключается в том, что он пока не видит того, что может вас потерять. И получается таким образом, что ваша основная задача, это дать ему понять, что он может вас потерять. В реальности вы можете перестать быть с его, что вы можете начать общаться с другими мужчинами и так далее. И вот тогда он окажется перед личностным выбором, либо он себя как-то изменит, либо нет. Но это уже зависит целиком и полностью от него. А вам нужно определить, во-первых, свою модель женского поведения. Потому что сейчас эта модель у вас, мне кажется, немножечко страдает, немножечко плохо себя проявляет. То есть, говоря о модели, что я имею в виду? Говоря о модели, я имею в виду, что вам необходимо определить, какое вы место хотите занимать в отношениях между мужчиной и женщиной. Какое место мужчина, по вашему мнению, также должен занимать? То есть, вот это очень важный момент. Потому что то, что происходит у вас с вашим мужем, это вот становится такое ощущение, что вы сами не знаете, чего вы хотите. То есть, вы говорите, ну вот как так, он со мной перестал общаться, он вообще не обращает на меня внимания и так далее. Так вы же ему сами по какой-то причине, как бы, позволяли это все делать? Вы же позволяли ему вообще так с вами себя вести? И возникает вопрос, а почему позволяли? Ради чего позволяли? Как вы вообще согласились на то, чтобы жить, например, под одной крышей с еще двумя семьями, например? То есть, вы изначально приняли условия своего мужа, а свои интересы вы не защищали. И это момент. Почему? То есть, какое место вы хотите занимать в отношениях? Какое место в отношениях, по вашему мнению, должен занимать мужчина сам? Вот со всем этим вам необходимо определиться. И тогда будет понятно, соответствует ли ваш мужчина тому, чего вы хотите. Если нет, то, соответственно, нужно будет действовать соответствующим образом. Если на вас влияет ваша личная мотивация, то есть, мужчина для вас это, как бы, средство для достижения или для ограждения вас от каких-то проблем и средство для достижения своих целей. Это уже вопрос совсем другого плана, и здесь нужно смотреть, в чем именно вы нуждаетесь в нем, в чем именно вы зависите от него. Потому что, если имеет место в факте зависимости, то любая зависимость – это исключение самой возможности построения нормальных отношений. Я имею в виду беззависимость. И вот это, в тот же момент, очень важен. То есть, если у вас есть зависимость, то с этой зависимостью нужно бороться. Зависимость вам абсолютно ничего хорошего не предесет. Она, напротив, будет генерировать только ваше прижимание, вашу боль, ваше страдание и так далее. Вот. То есть, вот, я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. То есть, я бы не стал говорить о том, что вы, там, больны, или что ваш мужчина, там, тоже как-то болит. Я бы не стал утверждать, что у кого-то из вас есть психическое заболевание. Нет, просто у вас есть мотивация для того, чтобы терпеть вот это все. Терпеть то, что, вот, он дает мужчину. И пока, пока не очень понятно, что заставляет вас это все терпеть. Для чего вы это делали? И вот, если вы сами для себя на этот вопрос сможете ответить, то тогда будет гораздо лучше, гораздо понятнее, чем мы имеем дело. Чем мы имеем, как бы, ну, какой проблемой мы столкнулись здесь. Потому что, ээээ, пока это вот не очень понятно. По этому все. Надеюсь, что он помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!